Каждый второй подросток лет 15-16 знает, по крайней мере, слышал про BTS У них появилось много новых интересов благодаря этому Понятно Ты видимо такая тихая Я просто стесняю Принятое где ты работал на школу Кто-то в школу, когда выиграли хорошие дети И они учились в школах в школах Мы уже начнем дарим Вы! Я умер! Привет! Что с другой стороны? Меня зовут Карина Я основатель GCS студии Я танцевать уже большую часть своей жизни Отучилась, правда, я на учителя английского языка, попробовала себя в этой профессии. В принципе, мне она до сих пор нравится, я работаю тьютером, да, как бы, что-то как-то вот именно с языками мне не нравится, потому что все время нужно сидеть, а у меня жизнь такая энергичная. Вот, и когда нам пришло решение создать студию, я решила, что посвящу всю свою жизнь вот как бы больше танцем, чем английскому. И, в общем, перевесили как-то танцы, чем языки. Как вы решили сначала создать такую студию? Вообще, на самом деле, очень история интересна. Мы с Владой, Влада это тоже с основателем студии, мы учились в одном институте в Агумо. Придумалась бизнес-план, прибегает ко мне, Карина, давай сделаем кей-поп студию. Я такая, ну, я тогда, если честно, вообще не знала, что такое кей-поп, я только так чуть-чуть прям что-то слышала, потому что я больше танцую хип-хоп. И как бы я вообще не знала про кей-поп. Она говорит, я хочу пойти в студию, а в Москве нету вообще кей-поп студии. И говорит, ты же вроде умеешь танцевать, а я что-то знаю про Корею. Вот, и я такая, классная вещь, давай-ка мы с тобой попробуем. Мы были на третьем курсе, если я не ошибаюсь. Через два месяца мы уже решили запускать ее. И идем на первое занятие, ну, я думала, максимум человек 10 будет, что это такое, кей-поп какой-то, кто о нем знает. Прихожу, а у меня 40 человек. 40? 40, да. На первое занятие? На первое, да. И я такая, я думаю, ничего себе, то есть, ну, это же как они все не влезут в зал, мы сняли маленький зал. Нам пришлось снять еще один зал. У нас сейчас на данный момент 35, либо 34 группы. То есть это очень много, да, группы прям. В одной группе сколько примерно человек там? В общем, от 10 до 25. Очень много людей ходит. А, понятно. Ты сама тогда сейчас интересуешься, да, кей-поп? Вот, сейчас кей-поп стал более популярный. Мне очень нравятся биты, мне очень нравятся тексты, которые они сейчас пишут. То есть очень классно, да. Вот, и клипы стали намного качественнее, то есть и танцы стали намного качественнее. В плане того, что если ты раньше посмотришь, например, на группу, если какой-то мальчик, ну, там, до этого не танцевал никогда, его прям видно, да, то сейчас даже вот хиленьких они очень подтянули. И если представишь, что они еще поют в это время, когда танцуют, это вообще с ума сойти. Вот. Спасибо тогда за интервью. Ну, а можно тогда покажешь, ну, зал или там учеников? Да, конечно, без проблем, без проблем, пойдем. Мы каждый зал назовем, как известная песня любой известной группы. Вот, вот этот зал называется Wave. Помнишь, песня такая есть, прикольная, летняя? И вентиляторами, да, чтобы люди летом не умирали от жары. Вот. Здесь у нас раздевалка. Так, ладно, девочки раздеваются, не будем посмотреть. Здесь у нас, получается, для стаффа, да, там вот ребята наши. Босс называется, это в честь НСТ. Извините, извините. Вот, он такого серого цвета. Вот, и там, ребята, помашите. Все, извините. Вот. Вот это наша доска такая. Здесь все ребята оставляют все, что хотят. Лина Лук. Вот, интересно, что в Хангкоке как-то живо. Что-то так грустно. Блин, капитана плачет. Что-то там грустно, что-то, да? Ну, я хочу в Корею. А, ну, только Корею, все хотят в Корею. Да, что, Ангкоково. Я, короче, тоже ухила корейский. Я сейчас... Ки-на... А, Ки-м-нам-джун. А, Ки-м-нам-джун. Ага. Нам-джун, нам-джун. Здесь у нас, получается, ресепшн. Здесь, вот, это наши награды. У нас есть своя собственная команда, Гессус, да. Мы получали два раза первое место на Айдл-Коне. Это наш местный, ну, очень известный фестиваль. И один раз третий. Вот, то есть, это все наши награды. Это, кстати, самое-самое первое занятие. Одна из групп. А, сколько лет назад, получается? Ой, это, получается, четыре года с чем-то назад, да, да, да. Есть кто голый? Нету? Нету. Здесь вот такая наша тоже еще раздевалка, но она такая прям, как комната кейп-опера, получается. Все жертвуют свои плакаты. Здесь плюс у нас, смотри, рисунки. То есть, ребята сами рисуют это все. И поэтому я, на самом деле, в таком шоке. Они очень талантливые. А вот этот, кстати, мы покупали в Корее, когда мы первый раз поехали. Мы купили вот эти вот два плаката из Кореи. Пойдем, сходим еще в один зал, посмотрим. А это наш зал Кока-Боб. Вон, хореограф Аня. Она тоже у нас очень давно занимается уже с ребятами, да. Окей, пошли, пошли, пошли. Не будем им мешать. И у нас остался последний зал. Мой самый любимый – майк-дроп. И сейчас здесь тренируется моя команда – Гесус. Пошли, посмотрим как раз. Это наши ребята, это Гесус. Ну, сейчас они, получается, не в полном составе. Не снимай, они умирают. А еще у нас есть такой житель. Однажды, правда, все это начиналось с Сихуна, на самом деле. Это Шуга. Мы его подарили Владе на день рождения. Она его привезла домой и говорит, я не могу, он ночью стоит надо мной. Я каждую ночь просто… Да, да, да. И мы в итоге привезли их сюда. Включаешь свет ночью, ну, когда уже уходишь, и смотришь, он такой на тебя смотрит там из угла. Вот. Да, вроде все посмотрели, да. Как ты узнала о кей-попе или о корейской культуре? Я узнала… Ну, я в школе увлекалась аниме и японской культурой, а потом некоторые корейские артисты записывали остык японским идорамам, их аниме, и я начала слушать уже их, и потихоньку перешла, получается, на корейскую культуру и музыку. В интернете мне попались клипы известных кей-поп-групп, и я была очень рада, что я о них узнала, потому что мой интерес к танцам, он вырос еще больше благодаря этому. Это было на самом деле достаточно давно, пять лет назад. Я познакомилась с подругой, которая увлекается корейским языком, и мы вместе нашли школу корейского языка «Вонгван». Вонгван, да. И благодаря языку уже узнали о всей культуре, о танцах, о кисе муноре и так далее. Раньше вообще занимаешься танцами? Да, у меня танцевальный стаж, получается, проще говоря, с шести лет. Хип-хоп, паппинг и все остальное, все это вот как-то вот наложилось, и потом меня затянулось сюда. В качестве хореографа, когда относишься именно кей-поп, ну, хореографию кей-попа? Она может хорошо помочь разработать некоторые стили. Кей-поп — это смесь стилей, да, это и хип-хоп-база, это и паппинг, это все вместе. Очень много стилей всяких разных, да, получается, есть в кей-попе, Это вот еще один наш хореограф. А, здравствуй, здравствуй. Да. Меня кей-поп захватил танцами, потому что я всю жизнь, ну, я сама танцор, и стала увлекаться именно благодаря танцам. Хореографией занимаюсь с детства. Кей-попом начинал? Да, с трех лет. Кей-попом я стала увлекаться, ну, в подростковом возрасте, наверное, лет в 15. И сама я по образованию тоже хореограф, я закончила университет. Вот, и так сложилось, что судьба подарила мне эту студию девочек. Вот так и работаем. Кей-поп насколько сильно влияет на распространение корейской культуры? Ну, сейчас такой какой-то бум прям пошел. Каждый второй подросток лет 15-16 знает, по крайней мере, слышал про BTS, и очень много людей попадает под влияние, их захватывает. Потому что, когда я была подростком, да, мы знали про кей-поп, но это была очень ограниченная группа ребят, и особо так вот друзей не было. А сейчас, из-за того, что ребята настолько этим увлекаются, и это настолько распространяется у нас, подростки не ходят где-то там по улице и непонятно чем занимаются, а у них есть хобби, там, танцы, да, и они приходят к нам, они заняты. И вот это круто. Поэтому я, наоборот, за то, что кей-поп к нам пришел, что он развивает наших ребят, по крайней мере, он погружает их хоть в какую-то культуру. Это круто, я считаю, что это круто. Кей-поп влияет очень сильно. С появлением кей-поп многие люди в мире начали интересоваться Кореей, у них появилось много новых интересов благодаря этому. Понятно. Ты, видимо, такая тихая. Я просто стесняю. Жду, чо, ел, та! Субтитры подогнал «Симон»!